а знаете ли вы что алмазы образуются в земной коре на глубине более 200 километров только благодаря извержением вулканов алмазы переносятся на глубины достигаемые человеком и средний возраст любого бриллианта около полутора миллиардов лет вот как то так всем привет с вами книга коп добро пожаловать на мой канал спасибо что смотрите и так друзья сегодня в центре моего внимания будет интересный журнал вуаля вестник знания номер 6 1925 года итак друзья мои чем он интересен чем он занимателен здесь пройдемся немножечко по его краткому такому обзорчик у и вы поймете что в то время писали тоже очень вкусные интересные вещи и так давайте посмотрим первое что мы видим это мистика мирового эфира те кто знаком с теорией эфира те поймут я думаю в первую очередь те кто занимается физикой знают об этом вопросе знает что эта теория существует так здесь расписано эфир гюнгенса и фрай 0 а также здесь затронутая тема эфира фараде и максвилля также эфир лоуренса и заканчивается это рейнштейном и атеизмом физики соответственно вот теория эфира здесь рассматривается объясняется что как чему и так далее какие противоречия теории прочее 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 все это очень вкусно и интересно собственно да кстати по поводу ньютона вот у меня есть тоже вопрос к нашим физикам тем кто смотрит мой канал я думаю есть таковые вот ответьте мне пожалуйста на такой вопрос друзья мои значится вот наша планета земля до ньютон все дела вопросы законы все вот центр планеты все притягивается сюда мы с вами в том числе очень интересно очень занимательно только вот смотрите вот мне интересно вот планеты да если так знаете такая история есть называется значит парад планет когда все планеты выстраиваются в одну линию соответственно вся не на одной орбите да то есть они все находятся вот так линию провести они все на одной линии да очень хорошо да значит вопрос такой солнце если притягивает таким же образом почему она не притянет планеты сверху снизу еще от нас отсюда 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 а именно притягивает по одному такому направлению вот одно линию выстраиваешь до планеты имеют свою орбиту движения они там огибают и так далее но ведь если линию выстроить то они все на одной линии находится независимо от того какая больше какая меньше какая дольше огибает солнце и так далее вот такой вопрос почему что что происходит планет не нашлось но может быть хорошо или законы немножко другие а вот это очень интересно очень интересно по крайней мере для меня те кто умный в курсе они как я видно в танке объясните пожалуйста буду вам очень признателен такие же ли законы работают у нас в солнечной системы как мы приняли за основу для планеты земля вот как то так ну что переходим к обзору интересного нами журнала что дальше меня здесь заинтересовало друзья мои и многие знают такую историю как которая называется евгеника да значит смотрите что здесь пишут внимание этот журнал 25 года евгеническая стерилизация здесь описывается следующее сначала автор начинает писать о том что значит напряженность борьбы за существование тяжелые условия труда и значит нездоровая жизнь скучен и в больших городах приводит в крупных крупных капиталистических странах все большему и большему росту рождающихся и умственно дефективных ну и так далее значит тут объясняет что есть душевно больные их много там значит на почве сифилис алкоголизма и прочее 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 соответственно куда деваться да мы знаем эту проблему что дальше значит по специальной перес переписи в англии произведена в 906 году в стране имелось 150 тысяч идиотов безумных от рождения и 122 тысячи душевно больных эта армия 272 тысячи человек давала 1 на 120 человек общего населения в северной америке в штатах америка северных американских штатов по перебиси 23 года число психически дефективных на 1 января 23 года равнялась 348 тысячам 186 человек в эту перепись не вошли психически дефективные содержащиеся в тюрьмах учреждениях для несовершеннолетних правонарушителей в работных домах прочее также находящиеся на попечении своих родных и близких ежегодное поступление в больничное учреждение новых психически больных превышает 50 тысяч человек заметьте америка 23 год и собственно при этих условиях естественно должен был встать во всю свою величину вопрос о том какими мерами пресечь дальнейшее увеличение числа психически дефективных и собственно сократить число тех на которые которые нуждаются в помещении в учреждениях и больниц собственно вот смотрите и что делается дальше что пишет здесь дальше оказывается первые опыты стерилизации были предприняты в 1899 году доктором шарпом над молодыми людьми заключенными в реформ в реформаторий штата индиана собственно дальше вперед чуть попозже это уже применено к 176 заключенных по их просьбе а ты интересно да это по просьбе человек его стерилизует очень интересно ладно первые опыты дали по свидетельству шарпа благоприятный результат оказал хорошее влияние на нервное и физическое состояние лиц подвергшихся этой мере значит в девятьсот седьмом году штат индиана принял закон допускавший применение стерилизации в принудительном порядке к осужденным за преступление к идиотом и к слабоумным период действия этого закона 907 по девятьсот тринадцатый прежнему число этом штате прибавилось 1525 вновь стерилизован ну и так далее закон законодательство по вопросу о стерилизации принудительного характера затрагивающие казалось бы одно из прирожденных прав человека свободы размножения проходила далеко не гладко четырех штатах законы были задержаны губернаторами имевшими право вето вот с окончанием войны переходом к мирной жизни америка идет по пути расширения стерилизации интересно да и так далее в том в том же двадцать третьем закон о евгенической стерилизации был принят штате монтана во главе дело здесь дела также поставлен особый евгенический совет постановление которого о разрешении стерилизации не подлежать дальнейшему абсурд обжаловании круто да то есть они там стерилизуют уже с 23 года до какой там уже с 1899 года 24 новый закон о стерилизации издается в штате нью-джерси да круто да особенно подробным является закон штат вирджиния 20 марта 24 года вот друзья мои в общем стерилизация может быть проведена лишь в виде простите очень мелкий шрифт и плохо читается я думаю те кто сможет его почитать те кто дети кто сможет уже более подробно это посмотреть тем очень интересная и собственно евгенику я думаю слышали такое понятие многие неоднозначное видите мнение потому что конечно же если это какой-то там маньяк и прочее как вы считаете ну что люди захотят сделать в первую очередь если убить допустим человека наказать через смертную казнь нельзя соответственно тут скажет давайте этого там не знаю насильника или какого-то еще а я я и гада там его надо стерилизовать или не дай бог чтобы от него там кто-то еще появился многие многие мнения такие есть в принципе всех этих людей можно и понять и прочее ну а дальше мы уже видим что евгеника то есть стерилизации здесь в том виде в котором она присутствует она уже использовалась используется ли она в наше время не знаю пока еще не изучал эту тему но по крайней мере выйти в 1925 году вы об этом уже писали писали подробненько да дальше пойдем дальше это пока сами евгеники собственно дальше мы меня еще одна тема очень затронула очень интересная глухонемые люди это вот тоже люди которые социально плохо адаптированные по крайней мере к нам мы же понимаем что это отдельный класс людей и эти люди достойные на жизнь и ну я думаю буддисты меня сейчас не услышит да потому что у всех будет а могу действовать свои понятия допустим у них там в прошлое жизни себя плохо вел вот ты получил и так далее так далее то есть не обязательно тебе жить поправьте меня если я чего-то не понимаю но по крайней мере тут все на страданиях завязано буддизме до 4 постулаты жизни существует страдания причиной есть у каждого страдания существует путь к избавлению страданий вот причины страдания наши желания вот и так далее так далее дальше вы определяете чего хотите вот либо вы страдаете хотите там вещь какую-то купить вы ее покупаете вы уже не страдаете либо вы должны отказаться от желания и не пугай не получить какой-нибудь вот этой вещи или чего-либо еще тогда это же не будете страдать и так далее но по поводу ущербных людей это отдельный вопрос поэтому не судите строго по поводу философии по буддизм и так к чему вот меня какая статья заинтересовала это искусственная гортань значит профессор медицинского факультета в нью-йорке маккенте я только что закончил серию первых опытов в изобретенной им искусственной гортанью при помощи этой гортани не мы могут производить отдельные слова а после известного периода обучения почти свободно разговаривать как вполне здоровые люди прибор маккенте состоит из небольшого не из большой коробки вот эта коробка в которой помещена искусственная вокальная струна коробка через гибкий шланг так и соединительную пластинку седина соединена с дыхательным горлом воздух из дыхательного горла попадает по шлангу в коробку где приводит струну в колебательное движение эти вибрации колебания передаются по трубке вот сюда в рот немого где он и управляет ими как нормальный человек при обыкновенном разговоре наиболее удачные результаты получились при опытах с лицами утратившими дар речи вследствие операции на горле профессор маккенте продолжает работать над своим изобретением и надеется добиться еще лучших результатов вот как то так честь и хвала этому человеку я считаю что сейчас ну если погуглить вы поймете что это есть уже там какие-то разработки всего это уже имеется то есть наука это подхватила и я думаю откуда это стартанула пожалуйста да вот мы можем с вами понаблюдать фамилию того человека где это будет было изобретено что это для людей я считаю что фамилии таких людей их изобретение мы должны знать лучше чем но но временных людей каких-нибудь которые там чего-то как-то а это вещи люди делают такие они дают старт дают старт инженерии все многое завязано у нас на инженерии чем мы пользуемся дома где мы живем на чем мы ездим без господ и товарищей инженеров много чего мы бы с вами сейчас не имели ну и в общем как то так да кстати друзья мои советую всем посмотреть очень интересный фильм наши соседи 1957 года получите огромное удовольствие неизгладимые впечатления это уж точно потому что ну что может быть приятней вкусной хорошей картины да особенно вот для эстетов те кто кино не смотрит но не смотрите а я советую вот этот фильм наши соседи 1957 года спасибо всем кто смотрел надеюсь видео вам было полезным интересным подписывайтесь на канал кому понравилось палец вверх пишите комментарии ну а я буду продолжать дальнейшие книга коп ну как то так пока пока